Барвихинской детской школе искусств 37 лет. За эти годы учреждение культуры поменяло не один адрес, но обещанного когда-то дома музыки так и не получило. Имея лицензию, имея вот эту духовную, так сказать, жажду раскрыть бы нам, и до сих пор мы не можем этого раскрыть, театральное отделение, хореографическое, художественное, но у нас просто нет помещения. И вот это на нас тормозит. Поэтому мы работаем сейчас только на отделении инструментальном. В кабинете директора на стене висит фотография Олега Галимханова, стипендиата главы района, балалайшника. Его педагог Алла Сушкевич в районе человек известный. Руководит детским оркестром народных инструментов, заведует методическим объединением педагогов-народников. Это раньше думали, что это русские народные инструменты, что можно играть только русские народные песни. Абсолютно другую. Сейчас так все быстро, стремительно продвигается вперед. На балалайке можно исполнять все, что угодно. И русские народные, и джаз, и классику, и современную музыку, и старинную. И вы, даже если не видя этого инструмента, никогда не скажете, что это играет балалайка. Концерт-пейсер Олега Юлия Семака. Сегодня идет шлифовка импровизации Конова и джазовой сюиты на русские народные темы. Концерт-пейсер было хорошо. Ну что, еще разочек давайте, может быть, сначала до конца, а потом концерт. Олег пришел учиться играть на балалайке по примеру старшего брата. Родители далеки от музыки, но увлечение сыновей поддерживают. Радуются полученным дипломом. На Денцовском конкурсе, в Дорофоминске, в Москве тоже пару конкурсов было, в Химках. Барвихинская школа работает без выходных. Преподаватели сами выстраивают свой график, как удобно. В этом году здесь новшества. Приглашают учиться взрослых. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!